Подмосковные единороссы задали высокую планку. Это показала 25-я конференция регионального отделения партии, в работе которой приняли участие около 300 делегатов. Они подвели итоги работы за год, наметили приоритетные задачи и проекты на ближайший период, обсудили также достижения и недостатки в работе партии. Достижение – это реализация национальных проектов. Мы активно в этом принимаем самое прямое участие, принимая и утверждая все бюджеты в региональном парламенте, в муниципальном уровне, реализуя государственные муниципальные программы. Конечно, если брать за основу, это ключевое направление – социальная политика, это городская среда, это здравоохранение. А также благоустройство дворов, ремонт подъездов и другие важные проекты. По словам Игоря Брынсалова, это основа работы и взаимодействия депутатов и исполнительной власти с населением. Секретарь регионального отделения отметила, что число членов партии, а также ее сторонников с каждым годом увеличивается и партия показывает хорошие результаты на выборах. Мы взяли больше 100 мандатов и могли бы получить лучший результат, если бы в отдельных наших местных отделениях лучше подошли к подбору кадров. Когда некоторые люди снимали свои кандидатуры, говорят, что человек сам не очень ответственно отнесся и с ним плохо поработали. Поэтому я думаю, что этот вывод надо обязательно сделать. Мы сделали выводы, увидели, что в некоторых вопросах партии не хватает чуткости, партии не хватает внимания к людям. Нам нужно быть поближе, то есть нам нужно идти на землю, встречаться с людьми, выявлять те болевые точки, которые сегодня есть. Начиная от решения и завершения, логического завершения, нужно сопровождать. Притом ресурсы достаточно приличные. У нас есть депутаты местного уровня, у нас есть депутаты регионального уровня, депутаты есть федерального собрания. Александр Борисович особо подчеркнул важность общения со своим избирателем в формате глаза в глаза. По его словам, чем больше контактов, тем заметнее работа. Лучшая оценка депутата это признание избирателем его деятельности. Те муниципальные образования, те местные отделения, где осведомленность не очень высокая, к примеру, там 20-39 процентов, то понимаешь, есть мощнейший потенциал и видишь, что люди могут раскрыться. А когда видишь, что рейтинг низкий, а осведомленность больше 50 процентов, значит, что-то делаем не так. На это надо обратить внимание. По словам министра, высокие рейтинги зависят от тщательной проработки деталей, особенно при реализации партийных проектов. Он отметил успешность партийных инициатив «Добрая комната», «Десант добра», «Патриотической акции «Помним». Они нацелены на активное взаимодействие с жителями. Отдельно также обсудили работу общественных региональных приемных. Люди приходят к нам с болью и надеждой и рассказывают о своих проблемах. Наша задача – помочь, подсказать, направить. Не лукавить, не обещать манну небесную, а честно, открыто говорить, что и как и когда мы можем сделать». За последние месяцы в приемные поступило более 500 обращений. Более 20 процентов рассмотрены положительно. В планах ввести систему электронного учета и продолжить онлайн-мониторинг. В завершении конференции местные деления партии наградили за отличные показатели в работе и на выборах в органы местного самоуправления. В числе награжденных и Одинцовское отделение. «Конференция прошла, можно сказать, на одном дыхании. Мы плодотворно потрудились, выслушали очень интересные доклады и по работе общественных приемных в Подмосковье, и по немедийным коммуникациям, и по проектам «Чуткая власть», по всем болевым, так скажем, точкам. Мы получили на сегодняшний день развернутую информацию, которую будем обязательно применять в нашей работе, в партийном строительстве». «Мы должны четко чувствовать проблемы территории, жителей, что беспокоит. Одни проблемы решаются, но приходят другие, и необходимо будет быть в постоянной активации для того, чтобы решать те вызовы, которые к нам поступают». Помимо организационных решений, конференция внесла изменения в состав полицовета отделения, который обновился на 12%, а также в состав его президиума. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Денцова».